Приветствую вас, друзья! С вами компания Motolive. Продолжаем серию видео про мотоциклы класса Enduro китайских производителей. В данном обзоре мы смотрим на Regal Moto SK250 GY5. Вот такое сложное название у него. Опять же, мотоцикл новый, соответственно, обходить его и смотреть, где там какие-то коцки, царапки и так далее, смысла нет. Поэтому посмотрим, чем же обеспечили водителя на данной версии мотоцикла. У нас еще два было экземпляра. Видео их тоже есть на сайте. Можно посравнивать, выбрать то, что хочется вам. Посмотрим, чего интересного навешали китайцы на данный вариант. Итак, начнем с ручек. Вот они, ручки, которые ближе уже к такому Hard Enduro. Ну, конечно, назвать данный мотоцикл Hard Enduro сложно. Но все же у него уже стоят ветровички для рук на алюминиевой такой дужке, что уже поконкретнее защищает ваши руки. Обычные стандартные китайские зеркала. Довольно-таки неплохого качества. Ничего не тарахтит, все довольно-таки жестко. Такие большие поворотнички. Мы на них еще посмотрим, когда будем включать его. Они посолиднее, скажем так, выглядят, чем на тех предыдущих версиях. Такой более плотный, я бы сказал, ветровичок. Стоит шикарная фара хрустальная. Такое переднее крыло. Довольно-таки мягкое. Я не думаю, что оно сломается при первом же ударе. Довольно мягкий материал. Защита на вилке перевернутого типа. Опять же, один тормозной диск у нас стоит. И такая тормозная машинка, наверное, с одной тормозной пятой. Так, защита у него стоит вот такая. Такие дуги большие. Можно сказать, почти как чоперные. Кстати, на этой версии мотоцикла есть вот такие вот замечательные повторители поворотов. Мы на них тоже посмотрим чуть позже, когда будем включать уже индикацию. Щечки у него такие поинтереснее. У него есть тут ребра какие-то жесткости. Затягивает туда воздух, наверное, на ходу. Ну, а по двигателю, по двигателю, в принципе, все примерно то же самое. 250 кубов. Здесь также стоит кикстартер. Тот же самый карбюратор, что на предыдущих версиях. Если нет, есть знатоки китайской техники, можете меня поправить. Подножка у пассажира также такая же, в принципе, как на Rolls 3-й версии. У водителя вот такая стандартная пята. Сзади у нас также идет тормозной диск, не барабан. Впереди, вот, заднего колеса мы видим подвеску. Она, в принципе, высоковастая. Я не думаю, что она будет там прям сильно пачкаться. Не видно мне отсюда, если на этой подвеске кофр. На предыдущей версии RegulMod, не RegulMod, а Rolls, мы смотрели, там даже кофр поставили. Поворотничек левый и правый, такие же, в принципе, как и спереди. Труба такая стандартная, обыкновенная. Если мы смотрели на версию Rolls 03, там такая хромированная, интересная уголка. Стоп-сигнал идет красного цвета. Такой багажничек, ручки пассажира, чего не было на предыдущих версиях мотоцикла. Звезда немножко поменьше, чем на Rolls, но, наверное, будет тоже неплохо вытягивать. Есть бардачок, даже что-то в бардачке. Крепление под шлем, если решитесь оставить его, закрепив на мотоцикле боковая подножка. С этой стороны, в принципе, по двигателю все примерно так же выглядит, как на предыдущих версиях. Посмотрим по светооптике. Ну, здесь примерно все то же самое. Включение фары. Ближний, дальний, поворотники, сигнал, вытяжка сделана таким вот образом. Здесь двиг-стоп, кнопка запуска, немножко другой приборка, другая. Здесь даже есть такой вот бум, закрыли его. Дальше с помощью ключа раз и открыли, чтобы вам туда никто не напекал никаких веточек. Спидометр до 140. Оборотов здесь нам не показывают. Здесь нам показывают количество топлива, индикатор поворотников, нейтральный, дальний, ближний и передача. Какая у нас передача? Включим, запустим его. В принципе, приятно работает, спокойно, без всяких громких фуфуков. И посмотрим поворотнички. Левый поворотничек моргает ярко, правый поворотничек. Включим свет, дальний, ближний. И у нас, оказывается, помимо самой фары, еще здесь есть ходовые огни. Вот у нас, получается, ходовые огни, когда мы включим, у нас загорается и здесь. То есть я думал, что это поворотник. А включи поворотник левой, правой. Нет, это, оказывается, во время включения ходовых огней горит вот эта лампа. Ну и посмотрим, что у нас сзади. Точно так же поворотничек один, второй. Стоп-сигнал рукой, ногой. Попробую на него сесть, покажу эргономику. Не думаю, что он там ниже или выше предыдущих. Ну да, примерно так же. То есть при моем росте 172 сантиметра я слегка дотягиваюсь до земли. Но, в принципе, дискомфорта никакого нету. Можно спокойно упереться на одну, на другую ногу. Включаем передачу. Индикатор мне показал первую передачу. Поехали, прокатимся. Нитраль ловится легко, переключается тоже довольно-таки легко. Ничто не шелкнет, не вылетает, не хрустит. Кого заинтересовала данная модель, пожалуйста, переходите на наш сайт motolife.ru, выбирайте дательный мотоцикл, оформляйте на него заявочку. Мы с удовольствием вам его отправим. Это отличный вариант, если у вас не хватает денег на серьезные мотоциклы из Японии, которые стоят сейчас несерьезных, огромных денег. А данный вариант вам поможет ощутить свободу катания по легкому бездорожью, по дорогам, общего пользования. Пожалуйста, обращайтесь в компанию Motolife, наш сайт motolife.ru. Спасибо за внимание.